5к 5 и 3к 50 кадров gopro с новым аккумулятором эндуро все-таки удалось ее немножечко потестировать в жару теплом месте температура где-то 20-25 градусов буду мучить буду ее снимать в облог режиме потестировать то что обычные аккумуляторы под сдуваются от этого от активного именно от активной съемки посмотрим как с перегревом будут справляться вот эти новые аккумуляторы так главное туда не съехать gopro конечно камера прочная но тут ее лучше не испытывать но это ноябрь турция середина ноября и здесь еще прекрасная погода горная местность выехали немножечко в горы поехали найти озеро нашли по картинкам интересное озеро приехали она кажется похоже сезонная и вот там нет там пересохший карьер в общем сейчас едем какую-то бухту смотреть не знаю что там за райская бухта гласная чтоб не пересохла но это уже море правильно это уже в сторону моря буду еще снимать на вольте на внешнем аккумуляторе то есть камера еще и будет заряжаться постоянно нашли какой-то едем в какой-то очень интересное место мы его теоретически нашли но здесь нигде нельзя останавливаться везде знаки остановка запрещена машины как бы стоят попробуем оставить рискнуть сходить потому что место какое-то интересное а камера пусть греется то есть все на максималках 5 и 3к стабилизация подключенная зарядка камеру буду наверное не выключать когда вот так ходить именно пусть максимально греется надеюсь аккумуляторы справятся и не раздуется потому что это это важно да так куда-то туда монтарашка 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 на монтарашке туда забор колючая проволока как-то пролезть но море там вот это так называемая райская бухта тоже там поэтому наверное наверное пролезем напрямик добрались но здесь спрыгнуть не получится здесь довольно высоковато придется где-то сейчас обойти наверх ну вот это да но сама вот эта райская бухта типа там типа вон туда можно в ту сторону пойти сейчас левее обойти но официально там это тоже какое-то место как-то она красиво называется тут правда красиво вон море там и ветерок ветрозащита у меня тоже программная встроенная в общем без всяких мега заморочен а так пар красивый по нему так даже полазить прикольно но мы хотим пройти в сторону моря камера кстати не особо греется пока какая красота там ну там высоко вот она вот она похоже райская бухта вот это не знаю как у нас получится туда спуститься нет кстати по вопросам много вопросов после обзора таких то что я не учел и много о чем не рассказал про google pro 11 в том числе многих волнует да на смартфоне когда подключаешь камеру видео искать работает то есть вы видите что она будет снимать но после записи это отключается не знаю почему это сделали видимо перегрузка процессора там и так далее камере и снимать и передавать тяжело поэтому видимо это убрали ну еще несколько моментов по ходу дела расскажу но это ноябрь середина ноября турции действительность чистое небо красота полноценное лето обрывчики здесь прям такие большие спускаться туда не так просто но красота красота такие места прям супер только это пещера есть вон там далеко но до нее пробираться я не знаю не в пещеру мы наверное полезен выбираемся обратно в машине сейчас проедем посмотрел по карте чем-то можно как-то объехать с другой стороны более в цивилизованном месте уже оставить машину и попробовать туда дойти пешком потому что здесь и как-то тревожно так оставлять машину где ее нельзя оставлять он прийти ее не будет камера кстати греется потихоньку прям нагревается если снимаешь по чуть-чуть то есть там по одной минуте видео что-то сказал выключил тогда с камере все хорошо но если больше так потестил две-три минуты там до пяти минут уже так она чувствительно разогревается но пока ни разу не выключилась пробираться пробираться там был забор и нам надо найти ту калитку через которую мы попали на эту территорию через него выйти обратно она одна и маленькая поэтому сейчас будем ходить искать и дальше греть камеру здесь везде колючая проволока и вот мы правильно вышли все-таки ровно проходе к проволока проволока проход но и все и вылазим к машине да можно здесь вылезти дорога и парковочек к сожалению нет у здесь бы какая-то парковочка была но их реально нет чтобы оставить а так знаки парковка запрещена но народ паркуется продолжаем тестировать 11 но главное ищем интересные места где можно именно по отдыхать на море и чтобы не было народа вот нашел на карте интересное место тут такая большая бухта где-то час мы ехали от анталии от кемера точнее и у здесь как бы не тур зона ничего вокруг только деревеньки и похоже действительно хорошее интересное место просторно свободно но для местного населения здесь уже прохладно для нас 25 градусов вполне хорошо на солнце еще больше такое местечко красивая районная или провинция как правильно кумлуджа есть город кумлуджа рядом и вообще все это кумлуджа то есть мы не в анталии ну и камеру также я ее не буду отключать то есть она будет постоянно включена в режиме готовности записывать еще куча пространств столики мангальчики пожалуйста приезжайте отдыхайте все бесплатно все открыто все доступно вода есть то есть камера будет работать постоянно в режиме ожидания чтобы по максимуму нагрелась продолжаю снимать 53 к 50 кадров со стабилизацией чтобы все все по максимуму и угреть мне интересно как справиться новые аккумуляторы предыдущие то что вздувались было не очень так камень нужно залезть на большой камень о красота вот такая красота до важное место главное никого народу особо нет переключил еще и на удержание горизонта дисперсию короче все эти вещи нагружают процессор от этого греется камера какая здесь чистая прозрачная вода видимо за счет того что народа нет вода не поднимается не бурлит или куда-то полезла на камень конечно когда коррекция дисторсии все это цифровое приближение камеру нужно держать подальше уже от себя это рыбу как-то не видно обычно еще рыбу видно хорошее место короче если есть машина если есть время где-то в 56 минут от отеля где мы живем мы живем в районе чем его можно поддыхать самим комфортно и помочь гоу проху чтобы перегрелось таких мест пустых пляжей то что все не завалено их довольно много в турции но к сожалению очень мало каким есть дорога то есть они есть места красивые но к ним основном подходят на лодках надо это учитывать и проблема что на трассе машину особо не оставить вот одну мы так подъезжали место не получилось вчера я намониторил несколько мест куда так можно подъехать сегодня понедельник выходные обычно бывает побольше народу то есть местные выбираются также на пляже а в будни вот такие они пустые так нашел такой большой камень думаю как на него залезть ногу плохо продолжает работать греется но но не отключается поставил ее на вольту то есть она теперь еще и подзаряжается то есть еще больше нагрузки на нагрев пока держимся о вон там местечко он там надо попробовать пролезть только надо как-то аккуратно насколько здесь надежные камни так по краю по краю по краю по краю ветрозащита кстати раз гранера работает поэтому 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 надеюсь все нормально ветерок сегодня не очень сильный есть конечно он такой от моря он всегда поддувает но надеюсь ветрозащита справится о крыша камня отсюда все прекрасный вид выше камня залез слазить всегда сложнее чем залазить довольно высоковато и мелко прыгать тоже нельзя но красиво 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 5 и 3к кстати буду выгружать на youtube 5 и 3к нужно 1 это из новосибирска буду делать потому что с турции с интернетом посложнее но и сейчас в ютубе заметил такую тенденцию что когда выгружаешь даже в 4к видео довольно долго обрабатывается вот крайне видео я выгружал у меня она обрабатывалась до 4к наверно сутки в 1080 она стала доступна примерно через шесть часов а нет не через 6 через три по моему тоже довольно долго а 4к я так и не дождался 67 часов я где-то туда подождал и активировал видео 1080 только на следующий день к обеду у меня видео уже обработала стала доступна до 4к либо нагрузка на в ю тубе больше либо не знаю чем это связано все вроде 4к хотят убрать сделать только в премиум подписки но на самом деле это не страшно 1080 вполне достаточно потому что напомню что высокое разрешение это не равно высокое качество это разные вещи есть еще один момент gopro который надо учитывать забыл рассказать видео когда достаете аккумулятор но я часто перее когда ездит камеры с собой а сумки достаю аккумуляторы чтобы они разряжались ну и просто так безопаснее если они там несколько дней полежат часто вопрос сбивается время и вы достаете камеру вставляете аккумулятор вам быстро надо начать снимать но она этого не даст пока вы не установите время либо установить вручную либо подключить к смартфону чтобы она автоматически ну короче это прям занимает вот это сильно раздражает конечно часто неудобно у меня было как на самолет быстрее камеры ставить среди момент воткнул аккумуляторы к карта отформатированы ставлю их включая а он не дает снимать пока не установишь время вот надо там накрутить это время поставить а если камеры поставил включил с пульта то вовсе ничего работ не будет не знаю почему-то крен с ним снимала бы без ставилась бы тогда по умолчанию время по нолям и все надо переустановить переустанавливаешь вот такой момент надо учитывать если достали аккумулятор он придется устанавливать время но не сразу это несколько дней на чтоб полежал к камера а Субтитры создавал DimaTorzok